В 2011 году двое жителей Саранска отравились сморчками. Их купили на одном из рынков города. Роспотребнадзор порекомендовал не покупать грибы участников с рук. Также употреблять их в пищу можно только после продолжительной термической обработки. Сморчки должны быть отварены дважды. То есть первый раз они отварены должны быть в течение 15-20 минут отвар слит. Второй раз они должны быть отварены в течение такого же времени отвар слит, грибы отжаты. Двумя годами позже наши журналисты стали участниками юбилейной встречи клуба «Коленоводов». И не только потому, что работа обязывает. Сообщество отмечало пять лет своего существования. Особое внимание привлекла Светлана, едва ли не единственная автоледи среди присутствующих. В 2016 в этот день состоялся фестиваль «Звезды детства». Так ярко дети танцевали, пели и выполняли акробатические номера, что зажгли сердца зрителей. Если ты отправишься в дорогу, для тебя всегда открыта дверь. Годом позже в 24-й школе форма появилась еще и учителей. По новому дресс-коду педагоги старших классов должны были носить наряды только королевского синего цвета. Такая цветовая гамма взрослым пришлась по душе. А вот дети боялись потерять своего учителя среди чужих. Я привыкла, допустим, людей со спины отличать. То есть смотрю, допустим, вот идет, допустим, с такой-то прической, допустим, зауч идет или еще кто-то. Но форма хорошая тоже. В 2018 в этот день на тогда еще новом стадионе проходил третий тестовый матч. Футбольный клуб «Мордовия» принимал соперников из Сызрани. Почетным гостем стал первый глава республики и любитель футбола Николай Меркушкин. 20 лет назад, я думаю, никто на стадионе, кто сегодня, никто даже во сне не мог, во сне присниться, мечтать, что Саранск может стать городом, где будет проводить чемпионат мира. Даже никто не думал, что Россия может стать страной, где может провести ближайшие 20-30 лет чемпионат мира. А сейчас наша страна проводит чемпионат мира и в числе городов Саранск. А в 2019 крупнейшим событием года стал театральный марафон. 36-й по счету Мордовия принимала у себя символ года театра в России в виде греческого амфитеатра, где всем всегда все было слышно и видно. Так, в знаменательный для культуры год никто не остался в стороне от высокого искусства. Символ театра в Мордовии привезли из Ульяновска. Затем эстафету передали чувашии. Двумя годами позже на Рыбинском пруду в Розаевском районе прошел открытый чемпионат Мордовии по ловле рыбы на поплавок. Участие приняли 8 команд, по 3 человека в каждой. Из Саранска, Розаевки, Казани, Иваново, Пентинской и Нижегородской областей. Самым юным спортсменом-рыболовым оказалась 12-летняя Полина. Я приехала с папой. Меня папа записал, папа отправил. Ну как, нравится? Да. Таким было 17 мая в год работы 10-го канала. Оставайтесь с нами, вместе нам будет что вспомнить. Арина Млешкина, Наш Новости.